Заменить бетонные балконы на пластиковые. Такое предложение озвучил Моруфы Ирики Лалов. По его словам, балконы черняковских восьмиэтажек находятся в плохом состоянии и представляют угрозу для людей. Несколько вариантов нам рекомендовали специалисты, начиная от того, что демонтаж этих балконов полный и замена их на копии, выполненные из современных пластиковых материалов. Но балкон уже теряет свое предназначение, то есть на этот балкон уже выходить нельзя, он выполняет чисто декоративные функции, вы понимаете. Основной темой на еженедельной оперативке стал пожар в доходном доме Веденеева. Здание на улице Карла Маркса горело и раньше, но небольшие очаги удавалось быстро потушить. Ирики Лалов призвал журналистов не строить версии о намеренном поджоге дома. Попрошу, уважаемые коллеги, никаких конспирологических теорий не строить, если подняли шум на всю вселенную. Специальный поджог и так далее. Во всем ищем только какую-то сенсацию. Лучше бы обратили внимание на то, как оперативно и доблестно с риском для жизни пожарные сработали. В начале 20 века здесь размещались муниципальные и частные конторы. В 1992 году зданию присвоили статус памятника архитектуры. Мэр поручил подчиненным принять меры для реконструкции дома Веденеева. Сейчас, по его мнению, оно портит облик города. В том состоянии, в котором есть, значит, надо его вставлять на торги с определенными преференциями для инвесторов. У нас же там в свое время были какие-то инвесторы, которые нам голову морочили несколько лет. Потом в свое слово обратно набраться забрали и уехали куда там свой Петербург или откуда они были. Когда пройдут торги и определится инвестор, пока неизвестно. Городской телеканал ЮТВ следит за развитием событий. Рустам Нурешев, Роман Угуманов и Александр Кузнецов. Городской телеканал ЮТВ.